Привет, танкист! Водхаб на связи! Черчилль Третий, на котором было много побед и поражений, покидает нас. Но новый режим к рождеям врывается на поля сражений и позволит увеличить игровое золото в десятки раз. Делай ставку в голде, дождись отличного множителя и забирай полученное золото к себе на игровой аккаунт. Хочешь за выигранное золото получить премиум танк? Не премиум аккаунта? Тогда заходи в раздел Маркет и обменивай голду на понравившийся предмет. Кейсы, промокоды, розыгрыши, ивенты с призами. Все это есть на Водхаб. Заходи и прокачай свой танковый ангар. Всем привет, друзья! Давным-давно у нас на канале не было видео по этой ПТшке прекрасной, по Объекту 268-4. Все мы о новинках, да о каких-то акциях. Ну, то, в общем, то, что в игре появляется, интересует гораздо больше, на мой взгляд. Но, однако, это тоже неправильно, забывать классику не стоит. И эта ПТшка является самым простым и для многих любимым классом техники. Штурмовая история. Дело в том, что у нее действительно крепчайшая броня-салба. И если тебе не удается ей попасть в ее маленький дальномер на крыше или в ультра-нижний бронелист, который тоже не особо большой по площади, то в лоб пробить ее почти невозможно. Именно этим и надо пользоваться. Именно за это ее все и любят. И здесь, поскольку видео у нас называется «Делай классику», мы не едем никуда, что было бы неудобно для нее. А как можно было бы сыграть? Ну, поехать, например, на пятую-шестую линию и там толкаться с СТшками. Постоянно рискуя получить вборд от кого-нибудь. Ну, и поскольку, когда ты перед всеми стоишь, то все тебя знают, видят и не поставляются. Также можно было бы безуспешно играть где-нибудь там на восьмой-девятой линии. Ну, а вот тут на второй это и есть классика. Куст и камень. И как бы ни была ПТ бронированная, конечно, лишний раз допускать, что в тебя стреляют неправильно. А видеть всех сквозь куст и стрелять уже, и только потом светиться, это и есть самая безопасная классическая тактика, которую забывать не стоит. Особенно на этой распрекрасной карте, в кавычках, распрекрасной на этом чудесном утюзе. Терпеть ее не могу, эту карту, и поэтому здесь как раз и есть та демонстрация прекрасной игры, которую вам советуют повторять, если вы будете оказываться в подобных ситуациях на подобных аппаратах. На каких подобных? Ну, какой-нибудь любой, даже сверх-мега-мастодонт, тяжелый танк и тоже здесь бы хорошо сгодился. Потому что, ну правда, куст и камень. Что еще для счастья нужно? И первую часть боя идеально просто подождать и постоять здесь, по пути отстреливая тех, кто, например, решит залететь наверх, проехать по короткой, или тех танков, которые решают издалека пострелять. Как, например, тот 60ТП, ну и остальные парни, которые там уже светились и еще будут. Ну а пока в бою еще интересно не началось, я вам напомню, что сейчас по всем статистикам является собой данный аппарат. Прежде всего, она после патча 1.0.2, когда ее понерфили и значительно после первого ее появления, она, конечно, ну не так уж прям подпросила, но успешность у нее подугасла. Тем не менее, она по сей момент остается прекраснейшей. Согласно статистикам на получение трех отметок, к примеру, этот танк занимает второе место среди всех ПТшек в игре. Первое место у американской Е3, за ее железобетонный лоб ее многие любят. Ну а у нас второе место, потому что она действительно способна. Она способна сама себе играть, сама себе светить, сама себе татковать, сама наносить урон, все в ней хорошо и прекрасно. И по этой части, конечно, все за это ее любят. Очень часто ее можно встретить даже на каких-нибудь глобальных картах и прочих клановых сражениях, ибо она успешна. Именно за счет того, что лобовая броня хороша, ее довольно запарно и долго выцеливать, поэтому ее любят все. И несмотря на всякие разнообразные нерфы, ребалансы и прочее, она отлично закрепилась, и даже, несмотря на это, занимает также второе место по проценту побед среди всех ПТшек 10 уровня в игре. Ну а раз так, и нам это все нужно дело в этом бою реализовывать. А поскольку все враги на первой и второй линии распугались, разбежались по углам, то ничего не остается, кроме как побить кого-нибудь другого, кто этого пока не ожидает. Ну и очевидно, в данном направлении выглядит конь вражеский, ну, максимально желанной целью. Он сейчас должен стоять бортом, попасть в него будет просто плюс-минус, и упускать возможность, конечно же, не стоит. И хоть у нас и не самое быстрое сведение, и не самая точная пушка, но здесь десанция и борт огромный у вражек позволяет ему туда набрасывать без проблем. Ну, по крайней мере, первую тычку. А вот дальше будет, конечно, Марокко, потому что здесь точности уже будет маловато, и вроде бы кажется, зарядим-ка мы фугасик, и дадим ему на его 20 хп-шек с одного удара. Ну и здесь возникает, конечно, момент World of Tanks, когда ты попадаешь ему в маску. Вроде бы маска пробивается у коня всем, чем можно, кроме фугаса. И фугас куда полетел? Правильно, в эту маску. Дальше пытаемся еще раз туда же, ну, может быть, просто не повезло, сейчас-то повезет точно, и не повезло, и во второй раз. Фугасы — это прекрасно. Точнее как, фугасы и везение. Если везение и фугасы встречаются, то тогда отлично. А иначе получается вот так, как получилось. Далее, поскольку враг снизу также ничего не делает, и с союзным Тортоис проехал вперед, показывая, что там абсолютно 100% будет апатия и пассивность, выцеливаем на горе Бурасика. Он там был, светился, и вот-вот его союзный леопард, который поднимается в гору, или подсветит, или одно из двух. И наша задача просто в него попасть здесь. Все очень просто и банально. Но если бы так оно было в реальности, союзный леопард поднимается на гору, прижимается к маяку на вершине, и прорентгенев там всю область вокруг, выясняется, что там Бурасика нет, что он спустился с горы и сейчас прячется за камнем. И вроде бы сейчас план не меняется, можно также попробовать его раздамажить здесь, но вот он собака не подставляется. И еще более того и отсвечивается. Здесь мы встаем за кусту, потому что он там рядом расстает, почему бы и не встать, чтобы от этого Бурасика не подсветиться, потому что с горы он нас бы не увидел, а сейчас засветит, и будет неприятно. Однако, хомяк союзный с Корочуном не вылазит, не пытается его рентгенить, как мы их не пингуем, чтобы они это сделали, видимо, по одной простой причине. У противника не сытилась одна еще ПТ-шка, объект 704, и кто еще знает, где там все остальные, возможно, они со своей кимпой нормально так продамаживают наших, поэтому они не лезут, стоят себе спокойно, ждут. Ну и мы ждем, куда деваться, тем более обои еще в самом разгаре, по половине только ХП осталось, стоит с другой стороны, время еще есть, а у нас уже 3200 урончика, и это прекрасно, здесь внезапно на шум приезжает ПТ-ха советская, сразу же улетает обратно в ангар, и вот, наконец, Бурасик засветился. Он поехал кашмарить Леопарда, вроде бы ему это даже удалось, он дал ему свой урон, сейчас сам перезаряжается и отступает, идеально выбираем тайминг, чтобы его на откате поймать, ловим, и вообще все прекрасно. За это время, правда, союзный Тортоис, который поджимал по первой линии, закончился, и бабаха союзная, вполне вероятно, светит не очень сильно. Пытаемся перечекать, на всякий случай, мало ли кто поджимается, убеждаемся, что никого, и возвращаемся на исходное. Причем, заметьте, наш герой не делает вообще ничего сверхъестественного, не блайндит какие-то секретные места, не соблюдает там какие-то супер-мега тайминги, или еще какую-нибудь там показывают сверх нереальную дичь, просто самая классическая позиция, и самые простейшие действия, любой повторить такое сможет, но в этот момент, когда мы выкатываем наверх, посветить всех путешек на базе, выясняется, что там у них сумасшествие. 704-й куда-то побежал среди боя, конечно, его застигли врасплох, здесь внезапно с другой стороны уже полезли, и здесь якобы бронированный СТ решил, что самое время броситься на фуловую ПТ 10 уровня, как будто бы это отличная идея, его также подлавливаем, ну то есть идиотия среди врагов крепчала, и не пользоваться этим, конечно, преступлением. Опять возвращаемся на исходную позицию, высматриваем этот раз и еще чего-нибудь, потому что один раз повезло, повезет и второй раз, находим еще раз объекта 704, от него засвечиваемся, опасаемся, что с кемпы нам прилетит, потому что леопард в золото подобрался, и там кто-нибудь да должен был бы быть, да, а там стоит борщ, и ему, и туда, и сюда, ничего сложного, правда? Но, тем не менее, счетчик нанесенного урона уже перевалил за 6 тысяч. И более того, мы еще и насветили почти 2 тысячи, очень здорово и прекрасно. Тут бортом потерявшийся объект 704 также ловит урон. Ну просто какая-то феерия, невозможно остановиться, каждый раз нужно выкатываться, заряжаться и повторять еще раз и еще раз. И борща можно было бы добить, но все-таки жалко, пуль в траке хипа него совсем мало, а вот попасть в маленький пиксель объекта 704 идеально, причем залетело прям куда целились, это прям зачет, и туда же мы отправляем. И уже 7 с половиной, два удара всего лишь, да, и бац тебе, еще полторы практически тысячи приехало. Ну прелесть же, правда? Ну а дальше вы знаете прекрасно, чем данный бой закончится, сейчас мы расправимся с тем с объектом, и с двумя стрелями, которые внизу стоят так же точно. Банальнейший и простейший бой, вроде бы кажется, а что здесь такого интересного? Что мы тут смотрим? Ради этого, друзья, самое простое, это самое лучшее решение, как всегда. Нет смысла чего-то особенного усложнять, если у вас есть танк, который может, то нужно использовать его реально по классике, не выдумывать. Каждый раз, когда вы будете делать просто классические движения, правильные действия, то для вас будет все максимально прекрасно. И с учетом разнообразных блайндов, мы накидали здесь 9 тысяч урона с лишним. Вау! Просто, ну казалось бы, ничего сверхъестественного. А вот так оно и бывает. Делайте так же, и у вас обязательно получится. Ну а также разгружайте свой царский лайк, подписывайтесь на канал, и всего вам доброго, удачи, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok